Планирую посадить абрикосы, персики, сливы, груши, черешни. Надеюсь, не сибиряки. Черешни и персики – это страшно трудно. Только вот совсем запутался в сортах. Посмотрите, что конкретно из кости взять в качестве подвое и привое. И как, по вашему мнению, можно ли использовать местные сливы, вишни и груши, доказавшие своему растутись. В качестве подвое. Ленинградская область. Юг и северо-запад страны. Весенние заморозки. В июне может быть 5-7 градусов. Но я вдохновлен вашим опытом. Так вот, смотрите, что получается. Это касается Ленинградской области. Нет такой района в стране, в области республики, где бы не было весенних заморозков. Значит, смотрите, как. Я вынужден говорить, как. Советовать ничего конкретно не могу. Вот почему. Персики вымерзают на большей части территории России. Абрикосы не вымерзают. Но есть причины, по которым они гибнут миллионами. И так, значит, борьба с заморозками выглядит такая. Представим себе холм довольно крутой. Из четырех сторон растут яблоки эти. Ну, не яблони вообще любые. Вот то, что пиво упоминается. Сливы, груши, черешни, абрикосы, персики. Вот. С западной стороны посадишь после обеда санцепек, зато ветра. С северной стороны посадишь, допустим, да. Минуют весенние заморозки, зато холодно с севера холма. С востока тоже холодно, так. Зато холм защищает от западных преобладающих ветров. С юга санцепек, сади хоть персик. С юга холма. Ну, вернее, так, на южном склоне холма. Сади хоть персик, хоть черешни. Самые нежные у вас в Ленинградской области пойдут. И на большую территорию. Южный склон. Но именно он-то раньше проснуться, раньше попадет под заморозки. И что я должен советовать? С юга, с запада, с севера или с востока? Ответ железово. Берем больше, садим везде, со всех четырех сторон. Вот так. И получится так. Два года будет плодоносить с южной стороны. Зато, когда на юге погибнут цветы, с северной стороны, там, может, уже не такие выражают, но, глядишь, и отсидятся с северной стороны такие же деревья, точно, те же сорта. Поняли хитрость, в чем? Это касается и запада, и востока. С востока, с запада тоже санцепек после обеда. А с востока, глядишь, и отсидятся. Вот, извините, коротко. Ответ на ваш вопрос должен занять примерно 20-30 часов. Согласитесь, что пока хватит. Вот то, что я сказал. Вот. Запомните только проблему с холмами. Садите у каждого республики, у каждого холма, у каждого уклона, склона, я потом подробнее, есть свои преимущества. Именно гористая местность сделала нас лидерами сайоногорских садоводов, с пригородами, с лидерами всей страны.